Всем привет, меня зовут Лёша Халецкий и вы на канале Лёша Играет. Этим видео я начинаю серию про Цивилизацию 5, нашего всёсида Мейера. Конечно, я не буду записывать полностью все игры, это очень долго, да и мало кому интересно. Я буду рассказывать о стратегиях, и в первом видео будет стратегия быстрого раша рыцарями. Причём играть я буду не против компьютера, а против живых игроков в онлайне. Просто потому, что против живых намного сложнее. Вообще, против компьютера, конечно, эта стратегия работает замечательно. На предпоследнем уровне сложности, и Мортал 8 мне не изменяет память, я Китаем всех, собственно, и вынес этой стратегии. Хотя для Китая как раз раш рыцарями не самый удачный выбор. Я просто для проверки решил так посмотреть. То есть, если вы будете в онлайн играть против серьёзных соперников, то Китай, конечно, не рекомендую выбирать. А вообще, самый лучший выбор для раша рыцарями – это, на мой взгляд, три нации. Сангай, монголы и русские. Причём самые-самые – это, пожалуй, монголы или Сангай. Вот что выбирать, это как вам удобнее будет. Разница между ними в том, что у монголов их главный юнит, который заменяет рыцаря Кешик, он стреляющий. То есть, с его помощью вы не сможете захватить город. Вам придётся дополнительно ещё юниты строить, которыми будете захватывать горы, что не совсем удобно. У Сангая вместо рыцаря – Мандыкалу. Надеюсь, я правильно произнёс название. Он не стреляющий, причём не имеет штрафа за атаку города, но при этом намного медленнее, чем монгольская конница. Напомню, что у монголов вообще бонус нации, плюс один в движении всем верховым юнитам. Поэтому Кешик у них движется на пять клеток, а Мандыкалу у Сангая на три. Ну, в любом случае, это как вам удобнее. Например, мне за монголов было прикольно играть против соперников. Они возмущались в чате, как это я так стреляю и убегаю, а Кешик может выстрелить и уйти. Я делал два хода к сопернику, быстро стрелял и убегал. Напомню, что в онлайне ходы не по очереди происходят, а одновременно. Поэтому пододвигал своего Кешика, стрелял, и мой противник не успевал его атаковать, а мой коник уже убежал от него. Очень забавно было. Народ писал, ах ты читер, как так ты делаешь, что за фигня? Ну, не разбирается просто в особенностях монголов. Но напомню, что самый главный минус у монголов это то, что они не смогут своими Кешиками захватывать города. Вам придется подводить дополнительные юниты, которые могут быть разбиты. Итак, начинаем игру. Основываем город сразу. Это я вот ответил, что я никуда не выпал, нет никакого фриза. Первым делом исследовать будем животноводство, по-английски Animal Husbandry. В городе сначала строю скаута, потому что исследование территории очень важно, и ставлю сити-менеджмент на еду, чтобы быстрее город развивался. Ну и сначала дуболома отправляю исследовать территорию. Конец хода. Почему я первым делом строю скаута, а не, например, поселенца, рабочего или даже монумент? Потому что для Раша рыцарями очень важно знать окружающую территорию, кого вы будете первым завоевывать. И поэтому скаут должен исследовать как можно больше места. Плюс к тому, мы должны найти, собственно, ресурс лошадей. Для этого мы должны знать окружающее пространство. Но Раш рыцарями, чем хорош, в отличие от игры за сворцменов или лонг-сворцменов, тем, что лошади очень во многих местах находятся, в отличие от железа. О, руины нашел какие-то. Вот. Поэтому первым делом я строю скаута. Знание территории очень важно. Так, что нам дадут руины? Всего лишь окружающую территорию. Ну, жалко, что не технологию. Ну, ладно, пусть... Что уж есть. Да, отмечу, что первым делом открываю животноводство для того, чтобы на карте быстрее появились лошади. Так, скаут произведен. Следующим я буду делать монумент, чтобы быстрее развивался город. А скаута продолжаю отправлять вместе с дуболовом, исследовать территорию. Причем скаута обычно отправляю по рекам, потому что желательно города основывать на реках, и чтобы знать, какие ресурсы рядом с речками есть. Идеальное место для города в нашей игре, для второго, это рядом с рекой, рядом есть ресурс лошади, и плюс еще какой-нибудь ресурс роскоши, которого у нас до сих пор нету. Вот. Моя столица уже выросла до двух. Ага, до трех через 16 ходов. Значит, перевожу акцент на продукцию. Нет, даже, наверное, на золото, потому что нам понадобится золото для покупки библиотеки во втором городе. И пока не будет построено гренери. Боже, как это по-русски? Это зернохранилище. Акцент будет на золоте, а не на еде, потому что 16 это слишком долго для развития. Вот, открыли животноводство, и ой, как раз лошади рядом со столицей. Ну, это идеальный вариант, конечно. Не говорю, что у вас будет постоянно так удачно получаться. Но в следующем после животноводства исследуем поттеры. Не знаю, как это по-русски, извините. Главное, чтобы в следующем в городе мы строили хранилище после монумента. Вот, руины нам дали колесо. Замечательно. Уже меньше одной технологии. Одну технологию минус по пути к рыцарям любимым. Так, полиси. Я принимаю либерти. Объясню почему. Многие считают, что правильнее брать традишн для более быстрого развития городов. Но у нас стратегия не в развитии городов, а в завоевании. И для этого лучше подходит либерти. Тем более, что после открытия всей ветки нам дадут бесплатного великого человека. И если вы к тому моменту еще не открыли рыцарей, то можно использовать великого ученого для открытия этой технологии. Ну что ж, продолжаем исследование территории. Вот нам тут из руин денежки какие-то капают. Отмечу особенности Сангай, что при захвате городов и поселений варваров дается в три раза больше золота, чем всем остальным нациям. Поэтому при игре за Сангай очень легко зарабатывать много денег. Итак, мы построили монумент. Следующим делом, пока не открыто Поттери, ставим рабочего на один ход строиться. И переключаемся уже на еду. Продолжаем дальше исследовать территорию. Вот и варвары. Ну, не будем разведчикам к ним лезть. Вот, кстати, посмотрите, хорошее место для города слева и вверху. Наверное, там будем делать второй город. Итак, открываем Поттери наконец-то. Следующим будем исследовать райтинг, письменность, чтобы построить библиотеку. Нам надо как можно быстрее улучшать свои исследовательские возможности, чтобы добраться до рыцарей. Ну и, естественно, меняем строительство рабочего на Гренери. И здесь на золото обратно. Или на еду. Или на золото. Пожалуй, на еде останемся, потому что золото не так много дается, чтобы на него было смысл переключаться. Опять руины. Что, ничего не дали за это, что ли? Отмечу, что эта стратегия, в принципе, подходит для любого типа игры. Кроме, наверное, игры на островах. Потому что просто не на кого будет вначале нападать вашими рыцарями. О, кто-то отсоединился. Вот ненавижу таких людей. Вот начинают играть, и уже один отсоединился, контроль берет компьютер. Хотя явно на него никто еще не нападал. Ничего не происходило. Так вот, идеально, конечно, играть на Пангеи. Но и Континенты неплохо. Тем более, что у Сангай, опять же, так, очередная полиси. И принимаем citizenship, чтобы получить бесплатного рабочего. И ускорение производства рабочих всяких улучшений. А нам надо будет улучшать ресурсы роскоши, чтобы не уходило счастье в минус. И мы могли еще один город построить. Вот у нас уже рабочие. Начинаем обрабатывать лошадей, чтобы знать, сколько их у нас будет в будущем. Так вот, у Сангая есть бонус нации в том, что их юниты могут переплывать моря с бонусом к защите. То есть, все остальные нации для того, чтобы переплыть море, вынуждены использовать корабли, чтобы защитить своих юнитов. Чтобы их не потопили там ни варвары, ни другие нации. А у Сангая бонус к защите на море. Так что вы спокойно можете, завоевав один континент, всей этой толпой ломануться на другой. Так, ну вот тут в первые... в первые года нам приходится воевать с варварами. Ну, это и замечательно. На них можно потренироваться. Потом, когда мы начнем делать своих конников, конников будем их тренировать на варварах, чтобы больше было экспириенсов. Вы смотрите, обложили меня в варвары. Надо как-то скаутом выбираться отсюда. Чтобы не убили. Жалко будет. Ну, вот, кстати, видите, на общей карте справа уже два города-государства видно. Собственно, это будут наши первые цели. После того, как мы построим достаточно... Мандула... Боже, как их называют-то? Достаточно своих рыцарей. Мы первым делом будем захватывать вот эти два города-государства. Это наши первые цели. Вот, наверное, имеет смысл исследовать путь к ним. Как лучше всего к ним подобраться. Ну, смотрите. Прут и прут варвары. Ну, я считаю, что с варварами играть интереснее, чем без них. Многие отключают, типа, они раздражают и так далее. Но это всё-таки тоже стиль игры. Надо уметь отбиваться от всех. А то кто-то выберет себе один стиль и постоянно его придерживается, несмотря ни на что. И настройки игры под себя вот так устанавливает. Ну, я люблю сложности, чтобы по-разному было. Итак, письменность мы исследовали. Следующим у нас идёт арчери. Для защиты города исследуем стрелков. И в городе, естественно, строим теперь библиотеку. Нам очень важен технический прогресс, чтобы как можно быстрее добраться до рыцарей. Кстати, здесь мы играем на быстрой скорости игры. Quick pace. Ну, для ориентировки, если вы играете на стандартной скорости, с компьютером или с друзьями, то к 80-му ходу вы должны уже открыть рыцарей. И вот такой должна у вас быть цель. К 80-му ходу открыть рыцарей. Если позже, то, видимо, вы где-то ошиблись и отстаёте в развитии. И у ваших соперников могут быть шансы от вас отбиться. Ну, я тут продолжаю, как видите, воевать с варварами. Так, лошадей. Вот три лошади. Ну, это немного. Кстати, вот видите, у меня... Три лошади для Раша не очень много. Видимо, нам надо будет второй город основывать тоже рядом с лошадьми. Но вот там... Вот в этом месте, видите, чуть выше. Очень хорошее место, мне кажется, для второго города. И, видимо, именно туда мы и пойдём. Так, вот видите, я отдал рабочему приказ сделать ферму на холме. Я строю фермы на холмах рядом с рекою. Торговые... Эти палатки, как они называются? Боже ты. Ну, торговлю строю на всех других местах рядом с рекою. И в лесе, в лесу рядом с рекою я ставлю лесопилку. Так, очередное арчери мы открыли. Будем строить лучников. Теперь майнинг. Вот, слушайте, обложили меня варвары. Что же делать? Так. Не дают пройти и следовать территорию. Ну, это интересно. Это интересно, и будем пытаться из этих трудностей выбраться. Да, ну вот это вот хорошее место для второго города, как я и говорил. Второй город будет там. Причём с сеттлера... О, сейчас у меня захватят рабочего, как-то я так не заметил. Вот, вот, вот я мудак. Ну, я его сейчас, сейчас же и отберу обратно. Потому что рядом с городом, вот, и своим воинам вернули обратно. Ну, это два хода потери работы рабочего, что не фонтан, естественно. Совсем не фонтан. Ну, ничего. Так, значит, тут оставлю его строить ферму. Второе место для... Вот сейчас с сеттлера, собственно, поселенца мы получим от принятия очередной полиси во вкладке «Либерти». Так, уничтожаем скаута, лечиться этого уничтожаем. И берём... А, забыл ферму. Так, и берём коллективное управление, получаем бесплатного сеттлера. И он пойдёт вот в то наше выбранное место. Так, разницы большой нет. Ну, давайте по-быстрому библиотеку построим за один ход. Вот, потом вернёмся... Потому что я сейчас построю город, и счастье всё равно идёт в минус, так что нету смысла увеличивать население столицы. Хотя пока, может, я дойду. Так, библиотека готова. Всё идёт по плану. Замечательно. Сеттлера продолжаем. Ну, нам надо защиту ему, поэтому... Вот я дуболома вместе с ним отправлю, чтобы он шёл. И тут построю лучника для защиты от варваров. Пока... Пока замечательно удаётся отбиваться. Ну, вот страшно туда идти сеттлером, потому что хоть один ход, опа, появятся варвары. И не совсем хорошо будет, если у нас сеттлера отнимут. Итак, открыли майнинг. Следующий у нас по плану календарь. Но здесь, на самом деле, вы вольны выбирать. Либо календарь, либо таппинг, либо мессенджи. Одно из трёх. В каком угодно порядке. Это зависит от того, какие ресурсы роскоши у вас рядом с городом. То есть, у меня, видите, рядом шёлк, поэтому я сначала календарь открою, а потом мессенджи, потому что за шёлком, видите, мрамор. Оба ресурсами надо обрабатывать. Для этого нужны календарь и мессенджи. А потом уже таппинг, чтобы строить... Блин, как он называется? Маркет, что ли? Боже. Вот. Ой, ну, вот. Второй раз у меня захватывают рабочего. Я, конечно, его сейчас отберу обратно, но невнимательность... Это мне уже четыре хода потеряно работы рабочего. Он уже мог тут одну клетку как минимум обработать. Так, продолжаем двигаться по селенцам к нашему месту. Фу, никого нету. Как-то я так наугад вообще иду. Надо было там стоять скаутом и охранять место, чтобы никаких варваров там не водилось. Итак, построили мы лучника в нашей столице, слава богу. Теперь там уже... А, вон, смотрите, есть лучник. Но я уже практически вот здесь и буду строить город. Так что у меня поселенца не захватят. И так как... Так, рабочего еще одного... Да, видимо, еще одного рабочего имеет смысл построить, потому что надо будет обрабатывать клетки рядом со вторым городом. А здесь, так как мы скоро откроем календарь, то я отправляю, не доделав ферму, что тоже не очень хорошо, отправляю своего рабочего строить плантацию на шелке. И обратно пока возвращаю к специализации на еде. Заканчиваем ход. Так, наверное... О, ушел лучник, слава богу. Так мы можем еще поближе подвинуть нашего поселенца. Ну, так мы, наверное, тут и... Да, тут и буду основывать город. Все, Тамбукту второй основан. Собственно, на этом основание городов закончено. Все остальные города мы будем только завоевывать. Вот тут я опять, видите, проявил невнимательность. Не надо было ставить на еду фокус. Потому что оба города сейчас из-за низкой поддержки жителей, из-за низкого счастья, они сейчас будут плохо развиваться. Поэтому пока мой рабочий не присоединил шелк, ресурс роскоши к нашей сети, пока у нас не положительное счастье, надо было ставить на строительство, чтобы быстрее в Тамбукту построили монумент. Да, значит, во втором городе первым делом строим монумент. И нам надо накопить 300 золота, чтобы во втором городе не строить, а купить библиотеку. Библиотека куплена должна быть, потому что в столице к этому времени надо будет строить... Как это национальное чудо называется, я уже забыл. Ладно, дойдем до этого. Итак, открыли календарь, теперь мессенери, потому что у нас еще Марбл, как видите, рядом с городом. В конце видео я распишу, зачем надо строить и что зачем открывать для этой стратегии. Пока вот воспринимайте на слух. Хотя, может, и здесь буду показывать. Да, наверное, здесь тоже будет всплывать текстовым. Итак, это я вот, видите, не могу понять, почему у меня так медленно будет город развивать. 37 ходов и вижу, что у меня счастье в минусе. Ну, спешу, когда играешь онлайн, видите, таймер хода и быстренько собираюсь... Ага, вот уже русские подоспели, но игрок, который за русских играл, вышел из игры, поэтому за него играет компьютер, а если компьютер берет управление, то, ну, это уже легкий противник, победить не проблема. Продолжаю зарабатывать очки на варварах. Так, здесь я уже слежу внимательно, чтобы моего рабочего не захватили. И заканчиваю ход. Ну, банально отбиваемся от варваров. Понятно, что желательно своих юнитов не терять, чтобы их не убивали, чтобы они прокачивались. Это все прописные истины. Повторять это не имеет смысла особо. Вот как я два раза профукал своего рабочего. Так делать не стоит. Вот видите. Так, опять в очередной раз не могу понять, почему у меня медленно развивается город, а потом, наконец, вижу, что у меня счастье минус два, и надо ставить на развитие. Вот тоже сколько я ходов? Два или три потерял из-за невнимательности. Но, опять же, мне в оправдание, что я играю онлайн, и тут таймер хода. Поэтому стараешься все быстро-быстро сделать на автомате. Иначе ход закончится, а ты еще чем-нибудь не походил. Так, следующий ход. У нас вот что-то построилось, что-то открылось. Итак, мессенри мы открыли. Заканчиваем теперь траппинг, собственно. Последний из этой череды трех открытий, неважных для нас. Так, и вот теперь, собственно, начинаем стругать наших конников. Начинаем с конных лучников. Но все наши конники потом будут проапгрейджены до рыцарей. В данном случае до Мандекалу. И нам главное просто заранее набрать, построить столько лучников, столько конников, сколько мы можем, чтобы потом быстро их проапгрейдить и сделать, собственно, раш, в чем и заключается эта стратегия. Естественно, для этого нам нужны будут денюжки. Ну, у меня обычно их хватает хотя бы на 2-3 рыцаря. Поэтому, ну, смотрим дальше. Так, бьют моего скаута. Кстати, обратите внимание, что у нас уже 319 монет. Мы уже накопили денюжку для покупки библиотеки во втором городе. Но пока этого не делаем, потому что там, видите, у меня город всего единичка развития. А библиотека, в принципе, приносит какую-то пользу от двух жителей в городе. То есть она добавляет 1 очко науки за каждых 2 жителей. И, к тому же, она тратит на свое содержание денюжку. Зачем нам раньше времени тратить денюжку, когда постройка нам не будет приносить никакой пользы? Так, скорее бы там уже шелк. Смотрите, Тимбукто обложили со всех сторон. Надо отправлять на помощь... Надо отправлять на помощь народ туда. Вот я туда и отправляю дуболома, и, видимо, лучник тоже туда пойдет, чтобы помочь. Ага, только вот через столицу пойдет, потому что через леса долго он будет пытаться добраться. Ну, блин, Тимбукто обложены и нападают. Надо вот этих дуболомов как-то уничтожать, иначе захватят Тимбукто. Тимбукто тоже, видите, ну, мне нравится с варварами играть. Мне нравится. Они добавляют экшен в начальные этапы игры, а то закуксишься там в развитии. А тут приходится что-то вытворять, как-то выкручиваться, прут со всех сторон. Вот, уже построен первый лучник конный, и можем его использовать для нападения на варваров. Тем более, что со стоянки варваров обычным нациям 16 золотых дают, а Сангаю дадут аж 50, потому что в три раза больше такой вот национальный бонус. Все, мы построили шелк, теперь переключаем во всех городах на развитие. Раз у нас плюс два, к счастью, там еще он... Сейчас мы присоединим мрамор, и будет еще больше счастья. Будем счастливы и счастливы. И продолжаем защитяться, защищаться от варваров. Так, открыт траппинг. Следующим делом... Следующим вообще должно по очереди открываться колесо, Уилл. Но так как мы его уже нашли в руинах, то после траппинга, или в данном случае после колеса, надо открывать философию. Как раз в философии так нужное нам здание... Национальный колес... Нет, не национальный колес, как же он называется? В общем, когда во всех ваших городах построены библиотеки, то строится вот это национальное чудо, которое увеличивает отдачу от науки. Что, напоминаю, нам критически важно для быстрого открытия рыцарей. Так, пока тут Тимбукто отбивается от варваров, а столица развивается, пожалуй, расскажу, в каких случаях стратегия быстрого раша рыцарями не очень выгодна. Ну, во-первых, если рядом оказываются цивилизации, подразумевающие быстрое развитие в самом начале игры. Ну, со своими специальными юнитами, которые появляются в начале. Там, не знаю, инки, какие-нибудь греки, ну и так далее. В общем, если за нацией с быстрыми, ранними специальными юнитами играет опытный игрок, то он в первую очередь, собственно, будет нападать на вас. А вы еще не очень развиты, ведь для того, чтобы дойти до рыцарей, нужно время. Вот. Ну и есть нации, которые вообще не очень удобны рядом. Вот, например, в моей игре есть немцы. Слава богу, что они не рядом со мной, потому что, напомню, у них бонус в том, что при нападении на варваров они могут, по-моему, с 50% вероятностью перевербовать варвара на свою сторону. И таким образом уже в начале игры немцы могут собрать довольно внушительную армию с дуболомов и лучников. И таким образом устроить ранний раш на неразвитой цивилизации. Возможно, столицу они и не захватят, но второй город точно. И таким образом ваша стратегия потерпит поражение практически в самом начале игры, и вы уже не сможете добраться до рыцарей. Ну и, естественно, экономическое развитие империи будет подорвано. Кроме того, специальный юнит у немцев – это ланскнехты в средних веках, которые заменяют пикименов, пикинёров. Они, по-моему, такая же сила у них, как у пикинёров, но они очень дёшевы в строительстве. И немцы их могут наклепать очень много. А напомню, что пикинёры сильны именно против верховых юнитов, которыми являются рыцари. Ну, вообще, рыцари, конечно, будут их побеждать, но с большими потерями, что не очень удачно. Так, мы дожили до третьей соушиал-полиси и принимаем репрезентейшн, которая стартует нам золотой век и снижает стоимость следующих соушиал-полиси. До открытия философии остаётся два хода. В Тимбукту уже двое жителей, поэтому можно купить библиотеку. Напомню, что библиотека даёт плюс один к науке за каждые двое жителей, поэтому пока в городе всего один житель, нету смысла её покупать. Ну, а в столице, пока есть возможность, чтобы увеличить производство, построим stoneworks. Они могут быть, в принципе, только если вы обрабатываете какие-то каменоломни рядом, поэтому не факт, что в вашей игре у вас будет такая возможность. Ну и построен уже второй конный юнит, который потом мы будем апгрейдить до рыцарей. Больше золота ни на что не тратьте. Купим золото на апгрейд и развиваем дальше. У нас вот, видите, осталась одна лошадь для конных юнитов. Правда, во втором городе у нас тоже есть лошади. Отобьёмся от варваров и будем там строить. Ага, видите, кто-то построил великий маяк. Нам чудеса не нужны. Мы их все потом захватим, так что не обращайте внимания. Кстати, видите на очки развития у немцев и египтян. Судя по всему, они между собой дерутся там. И если это так, то египтянам я не позавидую, потому что, как я уже прежде рассказывал, у немцев есть очень хороший бонус в раннем развитии. И несмотря на то, что у египтян тоже есть ранний юнит, их там египетские лучники на колесницах, если мне не изменяет память, они, конечно, не смогут противостоять натиску немцев, уверен, стопудово. Так что вот в данной игре мне повезло, что немцы не рядом со мной, а рядом с египтянами. Итак, мы открыли философию, можем строить National College, а следующим будем исследовать horseback riding, чтобы можно было строить конников, которые дешевле апгрейдятся в рыцаре, чем лучники. Ну а в столице меняем производство на... А нет, до завершения Stoneworks осталось 4 хода, так что пускай закончится, тогда быстрее National College построится. Так что отложим замену. Ну, своими юнитами продолжаем набирать очки в битвах с варварами и, естественно, исследовать территорию. Это очень важно, напомню, узнать, где наши противники. Ну и закончив тему неприятных соперников, имейте в виду, если рядом с вашими городами собираются войска противника, не дожидайтесь нападения, атакуйте их сами, переключайте производство на юниты оборонительные, какие хотите. Главное, чтобы вас не завоевали раньше времени. Так, во втором городе мы построили монумент. Теперь строим Гренери, хранилище. Причем переключаемся на как можно быстрое производство, чтобы оно быстрее построилось. Это, собственно, последнее здание, которое мы тут построим, чтобы город быстрее развивался. После чего во втором городе тоже будем клепать конных юнитов. Кстати, мы здесь еще до сих пор не присоединили ресурс лошадей. Я сначала решил серебро присоединить, чтобы счастья было побольше. Так, будет еще несколько лошадок, и это будет достаточно для победоносного Блицкрига на оставшиеся цивилизации к этому времени. Как лучше прокачивать военные юниты? Вообще считается, что лучше Шок, Шок-2, Шок-3, а потом Марш. Напомню, Шок это увеличивает нападение на открытой местности, не на холмах, не в лесах, на открытой местности. А Марш восстанавливает здоровье даже во время движения юнитов. То есть, получив много таких военных юнитов, вы проведете победоносную войну против любого соперника, потому что они у вас будут быстро восстанавливаться. Однако в данной игре, если вы могли заметить, я обычно улучшаю нападение как раз именно на холмах, в лесах, потому что вряд ли на маленькой карте у меня юниты просто успеют прокачаться до Марша. Поэтому мне важнее нападение на пересеченной местности. Видите, карта такая, довольно заросшая лесами и холмами, и я думаю, что мне больше пригодится именно такое продвижение своих военных юнитов. Ну, можно одного там прокачать медициной, чтобы вокруг него группировались остальные юниты и быстро выздоравливали. Можно там кому-нибудь одному защиту от стрелкового юнита, или от города, чтобы он принимал на себя удар, а потом уже нападал. Так, что у нас построилось? А, уже Stoneworks построилось все, строим национальный колледж. Это наша последняя научная постройка на пути к открытию рыцарства. Так, видите, я уже концентрирую конные юниты в столице, ну, ближе к тем городам, которые я буду завоевывать на нашей территории, потому что, вы же помните, надеюсь, что юниты апгрейдятся только на своей территории, поэтому я их сразу проапгрейджу и пущу в нападение. Так, давайте, наверное, кинем взгляд на общую карту территории разведанной. Ну, все ресурсы роскоши, которые, собственно, были рядышком, я оприходовал. Ага, вот открылся хорсбекрайдинг. Это позволяет нам строить хорсменов, которые дольше строятся, но при апгрейде они будут стоить дешевле. То есть, чтобы вам хватило денег апгрейдить всех ваших построенных конников. Ну, и дальше открываем математику. У нас, в принципе, по-моему, три науки всего осталось до рыцарей. Так что движемся быстрыми темпами. А, вот сейчас, почему я не переключил столицу на производство? Потому что оставался один ход до увеличения населения. Теперь надо переключать гао. О, опаньки. Вот, видите, немцы захватили столицу египтян, и египтян больше нету. Вот о чем я и говорил, что немцы применили свой раш захваченными варварами. Египтянам не повезло. Видите, сразу немцы вырвались вперед. Но, честно говоря, видите, с двумя городами, двумя столицами захвачены, они всего на два очка опережают. Так что, явно по развитию не фонтан играет чувак. И вполне мы его своими рыцарями потом задавим. Ну вот, только на второй ход я догадался переключить фокус на продукцию, а не на еду, чтобы быстрее National College построился. Видите, опять и тут тормозил. То есть, вот такие мелочи, они теряют в развитии вашу империю. И вы потом, если игрок играет против вас хорошо, вы не можете его догнать. А, вот там мы увидели русских, видите, небольшой кусочек. Но на русских концентрироваться не имеет смысла, потому что за него играет компьютер. Нам надо находить немцев и давить его. А компьютерных игроков победить не проблема, честно говоря. Потому что они будут на сложности принц играть. Ага, как быстро мы открыли математику. Теперь Civil Service, потом Currency и после Currency уже рыцари. Так что вот сейчас осталось три науки открыть. Несмотрите, что аж 12 ходов открытия Civil Service. Сейчас мы построим National College. И наука пойдет быстрее. Так, во втором городе построена Грэн Рэй. Переключаем фокус на еду, чтобы быстрее город развивался. И строим конников наших любимых. Вот Хорсман. Видите, он на шесть ходов в данном городе дольше строится, чем конные лучники. Но зато потом апгрейдится намного дешевле. Ну, вот мы практически все города уже развили до того состояния, которое нам надо. Сейчас построим в первом, в столице еще National College. И там тоже будем спамить чисто конников. Главное нам присоединить второй ресурс лошади. А, вот так вот мы его как раз и присоединили. Вот еще плюс три лошадки. Значит, тут строится. И еще можно три лошадки построить. И получится у нас сколько? Шесть. Шестью рыцарями вы снесете любую цивилизацию. Если, конечно, вам дадут дожить до этого момента. Как только вы открыли рыцарь, и вы все еще живы и развивались нормально, все, можно сказать, игра практически выиграна. Дальше все зависит от вашего тактического гения. Ну вот, клетки вокруг столицы полностью облагорожены. Единственное, вот лес я не вырубаю рядом с речкой. Лес рядом с речкой, там должна быть лесопилка. Просто сейчас она у меня еще не открыта. Поэтому ничего не сделано. Ну и здесь все нужное присоединило. Все замечательно. Все идет по плану. Убиваем варваров. Исследуем территорию. Все хорошо. После постройки Гренари Тимбукту у нас растет как на дрожжах. Вон у нас какие-то еще варвары пришли нам побольше экспы дать. Все замечательно. Мы любим экспу. Будем их убивать и зарабатывать экспириенс. Так, напомню по поводу леса. Значит, лес рядом с речками я не вырубаю. Там строились опилки. А другой, любой другой лес, который не рядом с рекой, я вырубаю. Так, пожалуй, отправлю дуболомы искать гнездо варваров. А вот оно, недалеко. Недалеко даже надо было отправлять. Сейчас еще денежек заработаю. Напомню, что Аския, Сангай, зарабатывает в три раза больше золота от захвата варваров или городов. Вот и построился Нейшнл Колледж. И, как видите, вместо семи ходов до открытия следующей технологии осталось четыре. Совсем немного. Так, здесь продолжаем спамить коников, хорсменов, которые в очередной раз напоминают дешевле апгрейдиться. И фокус на еду. Пока города быстро развиваются, видите, все, семь ходов до следующего населения, надо их развивать. Ну и, соответственно, пока есть счастье. Если бы мы там в минусах по счастью были, тогда бы не стоило делать фокус на еду, естественно. Так, ну, в ближайшие ходы у меня тут ничего особо интересного происходить не будет. Три хода до открытия Цивил Сервис. Шесть ходов до увеличения населения в столице, до нового коника. Я думаю, немцы в это время там пытаются какой-нибудь еще город завоевать. Ну, так как египтян они уже побили, до русских им далеко, русские ближе ко мне, то они, наверное, какой-нибудь сити-стейт будут завоевывать. Ну, а я тут продолжаю зарабатывать очки на варварах потихоньку. Вообще, надо бы моего этого лучника, который на самом деле скаут, просто получил апгрейд в руинах до лучника, надо было его дальше отправить, а не с варварами воевать. Значит, напоминаю, что у меня делают рабочие. Рядом с рекой на равнинах они строят трейдпостс. Опа, некими моего тут лучника зажали с двух сторон. Надо бы ему полечиться. Вот вообще неправильно, не полечиться ему надо было, а вот того второго застрелить, отойти на клетку влево и стрелять, и там уже лечиться. Ну, ладно. Так вот, рабочие строят трейдпостс на равнинах рядом с речкой, фермы на холмах рядом с речкой. Опа. Так, следующее. Социал полисы принимаем репаблик. Это нам дает в производстве бонус. А исследуем коренсы. Напомню, что после коренсы у нас уже будут рыцари. Вот мы уже практически добрались. А коренсы чем хороши, что у нас будут плюсы к золоту, когда мы построим рынок во всех городах. О, убили моего скаута. Вот, ну, мудак я. Не надо было его туда ставить и лечиться. Надо было того добивать. Вот зря я это сделал. Ладно. Здесь продолжаем строить хорсманов. И в столице... А в столице уже построено. Так, тогда здесь... Знаете, что это? Давайте мы здесь, наверное... Не, ладно, продолжим. Еще конников у нас... Нехватка. Коней. Вот тоже зря я их, как бы, поставил здесь отдыхать. Надо, чтобы они бегали по карте и выискивали варваров. И мало того, что экспириенс, так еще и 50 золотых с каждого разоренного варварского гнезда. А так стоят мертвым грузом. Ну, потому что лень, понимаете. Лень за всем следить. Это уже... Что не есть хорошо. Естественно. Так, а я своего второго рабочего, видите, кинул на помощь первому вот здесь, во втором городе. Потому что уже в столице все тайлы, все клеточки нормально продвинуты. Тут у нас все хорошо. Столица развивается. А вот Тимбукту еще не до конца развит. Кое-кто может сказать, что зря я трейд-посты, торговые посты строю вместо ферм. Например, вот на Грасслендс. Так, вот построили мы везде коников. И знаете, что я решил тут строить храмы. Точнее, для Аски, для Сангая это называется Муд Пирамид Мечеть. Какая-то там пирамидальная мечеть. Дело в том, что они бесплатны для Сангая. Они не требуют денег на содержание. А дают культуры больше, чем храмы. Поэтому, так как у нас всего одна лошадь ресурса осталась, а построенных лошадей нам хватит выше крыши для завоевания всего мира, то давайте уже сделаем акцент на культуру. Так вот, почему трейд-пост предпочтительнее, чем фермы? Потому что просто у нас недостаточно счастья для того, чтобы развивать большие города. А золото нам понадобится для апгрейда наших коников в рыцарей. Поэтому предпочтительнее все-таки торговые посты строить. Рядом со своими городами. Хотя и фермы тоже нужны. Вот, все, открыли currency. И, как видите, вот иконики наши. Наша цель, цель нашей игры через 10 ходов у нас будут рыцари. Точнее, для Сангая это Мандекалу. Напомню, что это специальный юнит Сангай, и у него нету штрафа при атаке городов. Поэтому Мандекалу очень удобны при захвате городов противника. Что мы с успехом и будем использовать в дальнейшем. Все-таки еще поговорю про монголов, которые тоже очень удачны для Раша рыцарями. Дело в том, что их кешики, которые тоже заменяют рыцарей, как и Мандекалу, ходят аж на 5 ходов. Их минус, что они стреляющие, но 5 ходов позволяет вам подбежать к городу противника, выстрелить и убежать, и при этом не получить никакого урона. Кроме того, их юниты получают в 2 раза больше опыта, что позволяет быстрее получить великого генерала. О, кстати, посмотрим демографию. Видите, я отстаю по земле и по количеству солдат от немцев. Но на самом деле это не критично, потому что проапгрейдив наших конников до Мандекалу, мы вырвемся на первое место. Так вот, у монголов вместо великого генерала дают хана, который, в отличие от генералов всех других наций, ходит не на 2, не на 2 клетки, а аж на 5. То есть у них кешики ходят на 5 клеток, великий генерал ходит на 5 клеток, и такой просто оравый, быстро несущийся по карте, вы можете очень быстро добираться в любое место и захватывать любые города. Ну, как видите, в столице мы уже построили храм, теперь строим рынок, чтобы побольше денег нам капало. А во втором городе пока решили оставить фокус на продукции, чтобы быстрее храм закончился. Вообще, на самом деле, культура для этой стратегии не очень-то и важна, просто вот больше нечего строить в это время в городах, поэтому мы построили храмы, тем более, что это уникальное здание для этой нации, для Сангай. А вот так сейчас мы открыли уже рынки, поэтому в наших обоих городах строим рынки для того, чтобы было побольше денег. Вот деньги важны для апгрейда наших юнитов как можно быстрее в более сильные, потому что это стратегия, основанная на военном завоевании. А какое завоевание без юнитов, которые лучше, чем у противника? Не обращайте внимания, что у меня минус 3 золота, сейчас это из-за строительства дороги. Как только мои города будут соединены, откроется торговый путь, и золото опять потечет рекой, а после постройки рынков в обоих городах наше экономическое благосостояние будет на должном уровне, и империя будет процветать, и уж тем более денег на армию и на ее апгрейд будет выше крыши. Ну вот после постройки рынка я в столице решил построить последнего конника, доступного у нас по ресурсам лошади. И у нас будет смертоносная армия из 6 рыцарей. На самом деле при должной сноровке и 3 рыцарей выше крыши хватает, чтобы позахватывать города, тем более если вы начинаете не с другой нации, а с городов-государств. А 6 рыцарей так быстрополученных, используя такую стратегию, будет просто смертоносной волной пронесется по всей карте. Ну вот, собственно, уже и приближается тот радостный миг, когда мы открываем кавалерию, а именно рыцарей. О, тем более торговый путь уже получили. Плюс 12 золота. Все у нас просто замечательно. Дальше я буду исследовать конструкшн для лесопилок. Но на самом деле это не важно. Главное, я в своем видео дошел до рыцарей. И теперь все, что мы построили, апгрейдим. Вот видите, лучники 95 стоят, а хорсмены 70. Так что вот хорсменов просто выгоднее было строить, если нам чуть-чуть не хватало денег. Вот видите, у нас на одного хорсмена денег чуть-чуть не хватило. Буквально трех золотых. Ну, мы пойдем первыми четырьмя рыцарями вперед. Дальше я буду исследовать инженерию, чтобы дороги, чтобы можно было через реки переходить. Дойду до железок можно быстрее, чтобы видеть, где этот ресурс. Вот открываем последние social policies в Liberty, чтобы получить бесплатного великого человека. На стандартной скорости если вы еще не открыли рыцарей, то надо брать великого ученого и бустить им науку, получать, собственно, кавалери. Но на быстрой скорости мы науку быстрее открыли, чем получили великого человека, поэтому я беру великого инженера и оставляю его пока на месте. Хочу открыть сначала великую стену и ускорить им строительство великой стены, потому что великая стена в войнах очень помогает, потому что противник в два раза медленнее идет по вашей территории, напомню. Это очень-очень круто. Даже я бы сказал, что она помогает. Ее надо построить не для того, чтобы она вам помогала, потому что по-хорошему к вам никто и не должен дойти, а чтобы и никакой другой соперник не построил, чтобы вы муторно не перлись по его территории, где ваших конников могут быстро расстрелять. Прелесть конников то, что они быстрые, и они быстро нападают на города противника, он не успевает очухиваться. На этом месте я прервусь, точнее, дальше я вам, конечно, покажу, как я всех победил, но вот не так ход за ходом, а быстро, просто захваты городов и финальный захват последнего города, потом реплей, а сейчас я в таком списочном формате, не знаю, как это назвать, покажу, что, зачем надо от Scratch отсоединился. Ну, блин, я вот ненавижу таких людей. Два часа играть, чтобы потом в итоге остаться один на один с компьютером. Ну, вот фиг ли он выходил. Наверное, мама спать позвала, я не знаю. Ну, некрасиво такое. Если вы начали играть онлайн-игру с другими живыми соперниками, будьте добры доиграть до конца. Ну, ладно, уже не до полностью потери всего, но хотя бы до того момента, когда будет понятно, что вы проигрываете. Ладно, в общем, сейчас прерываюсь. Давайте посмотрим, что зачем надо строить в городах, что зачем открывать в науке и какие и в каком порядке принимать social policies. Итак, в столице сначала строим скаута, потом монумент, третьим гренери, далее библиотеку, потом рабочего, наконец, National College. Надеюсь, вы к этому моменту его откроете. И после того, как все это у вас построено, ставите на очередь постоянно, чтобы у вас строились конные юниты. Конечно, если у вас хватает ресурсов. То есть, если у вас три лошади, вы только три построите и на этом закончится все. Во втором городе сначала строим монумент. Библиотеку мы там покупаем, но только тогда, когда у вас уже либо открыта философия, чтобы в столице строить National College, либо когда население второго города уже больше единицы, чтобы все-таки он приносил баллы науке. Далее, третьим строим гренери, и после всего этого ставим на очередь конные юниты, как и в столице. В Social Policies полностью открываем ветку Liberty в таком порядке. Ну, в начале Liberty, естественно, далее Citizenship, третьим Collective Rule, четвертым Representation, пятым Republic, и шестым Meritocracy. За открытие всей ветки Liberty вам дадут великого человека. Если у вас уже открыты рыцари, то берите великого инженера и достраивайте какое-нибудь чудо. Если же нет, то берите великого ученого и открывайте рыцарей. Ну, и, наконец, наука. Первым делом открываем Animal Hasbro, и чтобы конники, лошади появились на карте. Далее Pottery, третья письменность, writing, четвертая Archery, ну, для того, чтобы мы могли лучников строить для защиты. Пятым Mining, далее либо Masonry, либо календарь, либо Trapping. В любом порядке эти три науки открывайте в любом порядке, это зависит от того, какие ресурсы роскоши рядом с вашим городом, то есть открывайте те науки, которые позволят вам присоединить ресурсы роскоши. После этих трех технологий открывайте колесо Will, далее Философия, затем Horseback, десятая Математика, одиннадцатая Civil Service, двенадцатая Currency, и, наконец, тринадцатая Кавалерия, наши любимые рыцари. Ну и быстренько посмотрим на окончание игры. Вот я захватываю первый город, City State. Понятно, что при захвате города вы его не аннексируете, а делаете марионеткой, собственно, со всеми захваченными городами так и поступаете. Далее пригоняете рабочих и клетки застраиваете трейдпостами. Это сделано для того, чтобы города марионетки не развивались, не росли в числе жителей, а приносили только золото. После захвата города оставляете всех своих конников на дружественной территории лечиться, как только они полностью излечиваются, или там одно, один хиллпоинт остается до полного излечения отправляете их захватывать следующий город. До захвата следующего города прошло всего семь ходов и, как видите, Сидней вот буквально прямо сейчас станет своей второй марионеткой. Через 11 ходов я захватываю немецкую столицу, причем мои юниты настолько круты, что дело это с одного хода. Мне хватило сколько пятерых рыцарей? Раз, два, три, четыре, да, пять. Вот жалко, что чувак вышел. Так было, конечно, сложнее его захватить, потому что человек играет намного умнее компьютера и, так как он сумел захватить Египет, то думаю, что это довольно серьезный противник был бы и мне не так легко было бы захватить Берлин. А что там говорить, я бы тогда вообще на немцев и не шел бы, я бы пошел захватывать русских. Еще через шесть ходов я всего тремя Мандекалу захватываю бывшую столицу Египта. Кстати, видите, у меня уже есть генерал, который мне очень сильно помогает. Вот уже две бывшие столицы я захватил. У немцев остался всего один город, он находится справа, это бывший Сити-стейт, он в Венеции, а нет, Катман-Дум. Вообще, захваченные другими игроками Сити-стейт я рекомендую освобождать, а не делать своими марионетками, потому что тогда они дают больше бонусов, потому что сразу становятся вашими союзниками и дают бонусы в зависимости от своей специализации. И вот мы на финиш не прямой захватываем сначала Петербург, а потом особо и не останавливаясь Москву. Собственно, все противники повержены, ура, победа за нами, благодаря стратегии Раша Рыцарями. Спасибо, что смотрели, вот тут на фоне будет идти реплай моей игры. А так, меня зовут Леша Халецкий, подписывайтесь на мой канал Леша Играет, добавляйте меня в друзья в стиме, ну и если хотите сыграть со мной по сети, обязательно сообщайте, найдем время, чтобы сыграть. Тем более, я думаю, что соберется много сильных игроков. Играть с сильными соперниками интереснее, чем выигрывать у компьютера. Лучше проиграть человеку, честно. Ну все, всем спасибо, что досмотрели до конца. Удачи вам! Субтитры создавал DimaTorzok